Широкая Масленица Гуляния отменились. Коварный ковид и здесь подпортил людям удовольствие. Гостеприимные хозяева и рады бы приветить, да блинами накормить. А режим не велит. И все же сидеть дома в такой праздник – тоска зеленая. В конце концов, не одними блинами славится сенгирей. В Ульяновской Швейцарии наверняка найдется, что посмотреть и в отсутствие масленичного поезда. Так решила команда Симбирской кругосветки и отправились мы в блинную столицу на безблинье. На наш вопрос, чем в сенгирей угощаться, коли блинами больше не кормят, горожане ответили единогласно – рыбой. И не обманули. Местная коптильня известна далеко за пределами сенгирея. Ароматную рыбку из нее можно встретить и в Ульяновске, и в других районах области. Вот только нужно момент поймать. Разлетается такая вкуснотища моментально. Рыба вся хорошая, наша волжская. А вы где ее берете? Сами ладите? Скупаем у рыбаков сами. Что вы с этой рыбой делаете? Коптим, сушим, сыраем, морозим. А коптите как? Коптим естественным способом – на коре, на дереве. Расскажите, пожалуйста, есть какие-то у вас свои секреты, свои особые рецепты сенгиреевские? Есть, конечно, но мы их не рассказываем никому. Чтобы секретные рецепты не стали народным достоянием, коптильню нам снимать не разрешили. Только одним глазком дали посмотреть. Но после увиденного у нас все сомнения отпали. Хорошая рыба нужно брать. Народ много вас любит рыбку купать? Конечно, со всей России и за рубежей. С ближнего. Самая вкусная рыба какая считается копчаная? Да это на любителей. Кому какая нравится лечь в основном, едят. Судак также хорошо берут. Рыбка на производстве в основном своя – волжская. Скупает ее в коптильню местных рыбаков. Вот, кстати, и еще одна причина приехать в Сенгилей для поклонников тихой охоты. Места здесь хорошие, рыбные. Хотя сейчас и не сезон, но даже будучи в городе в разгар рабочей недели, мы увидели немало рыбаков на Волге. Ловят и в самом Сенгилее, и на особых рыбных местах. Одно из таких – Бегтяшкинский залив. Из-за высокого снега подобраться к нему поближе у нас не получилось. Зато, заехав в ближайшую деревеньку, мы нашли раритет, который в городе в наше время днем с огнем не сыщешь. По виду село заброшено, и всего несколько жилых домов. Но вот такая связь с цивилизацией есть. Вообще они есть во всех деревнях и селах, чтобы можно было связаться с кем-то по стационарному телефону. Подключен, надпись есть. А вот кутка нет. Все-таки не работает. Впрочем, возможно, вот такие телефоны-автоматы в отдаленных селах на зиму просто отключают. Скорее всего, из-за невостребованности. Очень многие жители перебираются на холодное время года в город или уезжают на заработки. Хотя, надо сказать, перебои в этих краях не только со стационарной связью, но и с мобильной тоже. Отъехав от Сенгелея, большую часть пути мы были вне зоны действия основных операторов. Вообще, надо сказать, и пейзажи во время поездки нас окружали довольно суровые. Безмолвные деревеньки, белосерые виды, ни одной яркой краски. Все-таки зимние путешествия по региону – это особый жанр. Лучший для тех, кто любит дорогу и хочет надежно спрятаться от городской суеты и тяжелых мыслей. Здесь царят тишина и покой. Тем теплее согревают дороги встречи с увлеченными людьми. Именно они – настоящие сокровища нашей глубинки. С такой бережностью и вниманием мало кто хранит историю и заботится о памяти своего дома. Удивительно, но коллекция деревенских краеведческих музеев подчас не беднее, чем у их больших городских собратьев. Оно и не мудрено. Экспозиции здесь жилые, собираются всем селом. И привычный нам оборот речи про вещи, рассказывающие свои истории, открывается совсем в новом свете. Здесь действительно у каждой вещи есть свой хозяин, и именно его историю и хранит музей. А этот ткацкий станок моей прабабушки, звали ее Федосия Яшкина по-девичьи. И на этом станке она ткала вот такие вот дорожки, которые у нас лежат на полу. И я даже помню, когда я приезжала еще к бабушке, вся изба была вот этими дорожками выложена, и было очень приятно, уютно пить у нее чай. А сахар у нее был такой комковой, и вот этот чай с комковым сахаром, а еще были у нее орехи лесные, которые вот собирали тогда жители местные. Вот орехи, сахар, и любили у нее играть в прятки. Стояла голландка посередине, мы вокруг бегали по этим дорожкам, и вот прям это вот вспоминаю о моей прабабушке, вот все, что осталось. Мы в музее Чувашского села Елаур. Сюда лучше приезжать с детьми школьниками. Домашний утварь, инструменты, предметы обихода. Интересно посмотреть, потрогать, узнать, как люди раньше справлялись без техники и современных девайсов. Очень богатый материал для школьных проектов и докладов. Отдельное место отведено памяти известных земляков, а таких сразу несколько. Ургалкина Алексея Константиновича, народного артиста СССР, хорошо знают чувашие. В Чебоксарах даже есть улица его имени. 45 лет своей жизни Ургалкин отдал Чувашскому драматическому театру. Воспитал не одно поколение актеров. Особый вклад Алексея Константинович внес и в чувашскую культуру, дублируя теле, радиопостановки и фильмы на чувашский язык. Своим земляком елаурцы гордятся, вспоминают его охотно. При жизни Ургалкин не раз приезжал с гастролями в родное село. Всегда был простым, открытым, в общении. Не обходилось и без курьезных случаев. Тогда света еще не было у нас в селе, но радио работало. И вот на проводе сидела сорока. А я маленький, мне год 4-5 было. Из лук стрела в руке. И вот хотел я попасть в сороку. Но я в него не попал. Алексей Константинович, они через дом его родная сестра, оттуда он собрался в магазин. Он проходил, и это вот стрела не в сороку, а в небо чуть не попало. Он вытащил за стрелу, помахал, потом отдал все-таки. Ну, говорит, давай осторожнее. Прошло много лет. Пятилетний мальчишка давно вырос, и теперь благодаря его усилиям имя Алексея Ургалкина носит местный елаурский дом культуры, а само село украшает бюст знаменитого актера. Еще один знаменитый земляк елаурцев – писатель Петр Маркин, автор более 20 книг. В основном он описывает природу нашего Сенгелеевского края. Это и наши односельчане, герои его произведений, и наши леса, и наши горы, и наши речки Елаурка и Малейка. Повестью и рассказом сняты три фильма. Вот один фильм, он называется «Степушкино поле». И в Москве на международном фестивале фильма он стал лауреатом. С земляком-писателем Валерий Викторович дружил лично. Регулярно списывались, созванивались, ездили друг к другу в гости. Петр Григорьевич передавал свои книги для Елаурского музея. К сожалению, в январе писателя не стало, но память о нем будет жить. Елаурцы в своем музее об этом обязательно позаботятся. Богат Елаур на ярких и талантливых людей сегодня. Например, прямо сейчас в Ульяновске, в выставочном зале на Покровской, проходит персональная выставка Тамары Николаевны Севастьяновой, рукодельницы из Сенгелеевского района. Выставка так и называется «Елаурские кружева». Ее искуснейшие работы тончайшего плетения знатоки сравнивают с образцами дореволюционного времени. Кружева Тамара Николаевна знает не только в Ульяновской области, но и далеко за ее пределами. С легкой руки мастерицы елаурские кружева носят в Португалии и Испании. Еще одна звезда села – Мария Федоровна Овчинникова и лаурский соловей. В местном ансамбле народных инструментов «Соловушка» Мария Федоровна работает в редком жанре. Художественный свист на бересте. Конкурентов у заводной бабушки в Ульяновской области нет. Еще один сюрприз Елаури ждал нашу команду за столом. Эта кургосветка у нас получается гастрономической. Неожиданный деликатес мы нашли в селе Елаур. Светлана, расскажите, что это такое, чего нас угощаете? Это варенье из одуванчиков. Я их собирала на своем лугу рядом с речкой, поэтому все экологически чисто, вкусно. Но рецепт, не скажу, это наша тайна. Попробовать можно только у вас. Да. Ну, секрет-то поделюсь, я попробовала, очень вкусно. Прежде чем распрощаться с гостеприимными хозяевами, скажем пару слов и про сам Елаур. Находится он в 15 километрах от Сенгелея. Название его происходит от чувашских слов «ял» – деревня и «авар» – овраг. Деревня в овраге. Места очень живописные, правда, не в это время года. Сами местные жители приглашают приехать сюда летом. У нас есть интересные места. Это пруд. Там есть родник. Также есть у нас такое местечко, которое называется в селе самая высокая гора Кереметь, где стоит крест. И на этом кресте, на эту гору поднимались бабушки, и они вымаливали, чтобы был дождь. Также я хожу лично сама на родник, вот по этой горе. В конце села тоже есть родник. И набираю там воду. Особенно, когда была пандемия, это просто вот… Это была сказка, рай, пройтись до родника, набрать воды и обратно. Поэтому здесь есть что показать. Леса, поля, красивые национальные песни, которые поют бабушки. Приезжайте в наше село, будем рады встретить туристов, гостей. Следующая точка на маршруте Кругосветки – село Кротково. Для нас там подготовили целую экскурсию. Первое упоминание о нашем селе обнаружено в богослужебных книгах, пожертвованных под ячем Москвитиновым, в нашу Кротковскую церковь. В них значатся 705 и 1712 года. До начала 19 века село называлось Богородское. После организации Сенгелеевского уезда село переименовано в Кротково. По фамилии самого первого официального владельца Кротково. Ему эти земли достались от самого императора Петра Великого за снабжение армии продовольствием. Как и в Елауре, историю здесь хранят трепетно. Историю и истории. О том, каким было село, как менялось, какие люди в нем жили. Своих великих земляков здесь тоже не забывают. В нашем селе также родился ученый-металлингов Сергей Иванович. На нашей родине он неизвестен, но зато известен во Франции. Он разработал лекарства от болезни туберкулеза и бактерию, которая помогала спасти урожай от бабочки-капустницы. Еще одним детищем ученого стал лагерь Артек на Черноморском побережье. Именно Сергей Иванович, зная о целебности морского воздуха, предложил создать там здравницу для детей, передав под нее государству собственные земли. Нет пророка в своем отечестве. В России великого ученого-иммунолога и зоолога не вспоминали до 2003 года. А вот на его малой родине память о нем собирали по крупицам. Здесь вообще отношение к истории края серьезное. Иногда приходится даже настоящие детективные расследования проводить. Почти половина домов, треть домов нашего села из красного кирпича. В том числе, самое знаковое наше сооружение – это храм, свидетельник Николая Чудотворца и усадьба Фатьяновых. Конечно, законный вопрос у нас возникал. Есть ли где-то… То есть откуда этот кирпич? Два года назад мы, наконец, разгадали эту загадку, которая нас мочила уже много лет. В 2018 году одна молодая семья стала рыть яму под канализацию и наткнулась на такой, сначала подумали, подземный ход, потому что арочный свод этого хода, тяжелые плита в основании. Но, к сожалению, это был не подземный ход, когда обследовали, а обследовали очень интенсивно, как вы можете понять, да, когда приехал один из очень уважаемых археологов Юрий Анатольевич Семыкин, он сделал заключение, что это гончарный гор, высокотемпературный, датирован где-то началом XIX века. То есть как раз основные постройки, храм у нас построен в 1854 году, усадьба 27-й, 1827-й, и как раз мы предположили, что, скорее всего, Фатьянова и устроили этот гончарный гор для обжига кирпича, построили сначала себе дом, а потом уже вот второй наследник Андрей Васильевич, он построил этот храм. Историй таких Ольги Борисовны много. Со своими учениками они постоянно ведут работу по краеведению. С каждым днем, находя все новые и новые сюжеты, по некоторым можно снимать фильмы. Так, детективная история. Владельцем усадьбы остался сын Михаила Ивановича, того, что он в эти станции построил, но он жил в Петербурге. Здесь был поляк, управляющий тоже дворянин, но обедневший дворянин. В 17-м году, когда стали волнения, он уезжает отсюда и оставляет здесь женщину, которую любил. Женщина была неграмотная, но, видимо, любовь была сильная, он обещал за ней вернуться. Или написать письмо, как добраться. Вот по рассказам старожилов, рассказывают те бабушки, которых знали эту женщину. Она очень ждала письма. Приходит письмо, что я тебя жду, у тебя нет денег, но вот там в сарае, в горшке находятся деньги, сколько-то рублей, ты их возьмешь и приедешь ко мне. Женщина была безграмотная, дала почитать письмо другому человеку, и этот человек утаил, что эти деньги были спрятаны там-то, там-то. Он, видимо, эти деньги взял себе, потому что говорят, что он потом в Сингиле купил хороший дом. Но самые интересные легенды истории в Кротково, конечно, связаны с его главной достопримечательностью, храмом святителя Николая Чудотворца. Храм этот был воздвигнут дворянами Фатьяновыми в честь победы русских войск в Отечественной войне 1812 года. Простоял этот храм около ста лет. Даже советская власть его не тронула. Он очень долго стоял целый, люди любовались. Но в 50-х годах решено сделать было здесь клуб. И по рассказам старожилов, то ли Бог не выдержал этого, не знаем мы, но была гроза сильная, и молния попала в церковь. Прямо главный купол. И пошла молния, пошла искра прямо по стенам. Говорят, что загорелись стены, штукатурка на стенах, и лики святых, которые были на фресках или на самих стенах, они стали исчезать. Высокий огненный столб видело все село. После пожара было решено храм разобрать. Сняли с него то, что осталось от куполов, от колокола. Но когда попробовали разобрать кирпичную кладку, храм не поддался. Стены его оказались сильнее человеческой воли, а потому после неудачных попыток решено было оставить все как есть. Так и простоял остов храма еще полвека, пока не появился у него собственный ангел-хранитель. Эту женщину знала, наверное, вся область. Это Мария Ивановна Елчева. Это уроженка села Крутково. Она прожила в Самаре, работала, как она говорила, на секретном производстве на заводе авиационном. И, приехав сюда, она начала восстанавливать храм. Положила она много сил сюда. Она говорила, что это моя жизнь, я восстановлю, я все равно буду делать. Я верю в этот храм, она верила в историю этого храма, в его уникальности. Ездила по всем инстанциям. Около 10 лет у нее ушло только, чтобы понять, какой статус у этого храма. Стараниями Марии Ивановны храму было присвоено звание памятника истории и культуры регионального значения. После этого дело сдвинулось с мертвой точки. На помощь Марии Ивановне подтянулись односельчане. Храм восстанавливали всем миром. На доброе дело кротковцев отозвались даже люди из других регионов. Это икона Матери Божией. Она к нам пришла недавно сюда, в храм. Ее жительница села, жила она раньше здесь, потом уезжала отсюда, и эта икона перешла к ее дочери. Но мать ей говорила, чтобы вот если в Кротково откроется по новый храм, эту икону, чтобы отдали в этот храм. И вот в 2021 году эту икону из Самары дочь привезла сюда. Начали выяснять, оказалось, что в лихолетии эту икону спасла из храма бабушка-дарительница. И это ее наказ был вернуть святыню на место. Когда старую икону внесли в храм, лики ее посветлели. Для местных жителей этот храм значит очень много. В него верят, говорят, место особенно намольное. И даже если прикоснуться к стене, то можно попросить Николая Угодника, чтобы он избавил от хвори, от болезни, от душевных терзаний. Говорят, что приезжали сюда прикоснуться, просто приложить руку к стене люди даже из других городов и сел. Конечно, работы впереди у кротковцев еще много. Нужно провести отопление, сделать крыльцо, но храм уже ожил. Сюда приезжает батюшка, проводят службы. Для кротковцев это настоящий праздник. И верно, какое же село без храма? На старой фотографии этот храм венчает пять куполов. Жители продолжают восстанавливать его. И значит, непременно они высияют вновь. Дайте только время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова